МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ноябрьск-24". Продолжают свою работу. И прямо сейчас мы готовы подвести итоги четверга. 257 миллионов рублей на 3,5 десятка домов. В ноябрьске началась пора капитальных ремонтов. Природное многообразие страны на небольшой северной территории. В городе появится эколого-биологический центр. И купить квартиру станет проще. Принят закон о компенсации по ипотечным кредитам для многодетных семей. 257 миллионов рублей и 3,5 десятка зданий. В ноябрьске начались работы по капитальным ремонтам домов. В этом году городские власти и контролирующие органы обещают строже следить за соблюдением сроков, чтобы к началу осени полностью завершить весь капитальный ремонт. На крыше этой пятиэтажки на улице Ленина работы начнутся в ближайшее время. Сюда уже завозят стройматериалы. С чердака убрали мусор и залили первый слой гидроизоляции. Капитальный ремонт на Ленина-28 в этом году будет комплексным. Отремонтируют сразу и фасад, и крышу, и коммуникации. Всего же летом 2019-го работы проведут в 11 многоквартирных зданиях. По трем домам это замена лифтов, по 11 домам это комплекс работ. Там, где крыша, фасад и все инженерные сети. И по трем домам у нас будет выполняться только замена инженерных сетей. Еще по 17 домам запланированы проектные работы. В данный момент, рассказали в администрации города, подрядчики по всем объектам уже выбраны. И уже приступили к исполнению контрактов. Проводят демонтажные работы, заказывают и завозят стройматериалы, начинают сам ремонт. Потерпеть временные неудобства придется этим летом и жителям двух домов на проспекте Мира. А здесь запланирована замена лифтов. Пока старые подъемные механизмы еще работают, но в ближайшее время они будут отключены. Эти лифты в девятиэтажках на Мира 36 и 38 установлены в середине 90-х. Срок их эксплуатации вышел, требуется замена. Также новый лифт к концу лета должен быть установлен и в многоэтажке на Ленина 37. Срок окончания работ у нас по всем домам разный, но самый крайний срок это 20 сентября. Все инженерные сети, в частности это тепло, обязательно до начала отопительного сезона будет завершено контроль строжайший. Всех предупредили о том, что к первому сентября у всех гидравлических испытаний, соответственно, все должно быть проведено и сделано. Следить за исполнением сроков будут и в фонде капремонта, и в муниципалитете в случае серьезных претензий к работе ремонтников дело может дойти даже до расторжения договора. Евгения Демина, Сергей Павлов, Александр Иванов, Ноябрьск, 24. От взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме освободили героев Советского Союза и России, героев соцтруда и героев труда, полных кавалеров орденов славы и трудовой славы, а также проживающих с ними членов семей. Соответствующее постановление подписал президент Владимир Путин. Все перечисленные категории граждан также не будут платить за горячую и холодную воду и электроэнергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества. Подробную консультацию о льготах и компенсациях расходов можно получить в Управлении социальной защиты населения. На Ямале в отношении коммунальщиков возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Руководство Тазовского района обратилось в местный отдел полиции с заявлением о незаконном начислении платежей за услуги водоотведения со стороны Ямалкоммунэнерго. Проверка показала, что компания в период с 2015 по 2018 год взымала плату с потребителей, получив за это более 3 миллионов рублей. Однако фактически очистные сооружения не использовались, система не функционировала. По результатам проверки возбуждено уголовное дело. Сейчас ход расследования находится на контроле у прокуратуры района. Льготные проездные в Ноябрьске заменят пластиковые карты. Процесс уже запущен. В городе началась массовая выдача электронных проездных. Пластик уже получили более 400 льготников. Чтобы оформить специальную карту, нужно посетить офис банка партнера проекта. Это касается тех горожан, которые уже стоят на учете в Управлении социальной защиты населения. Остальным нужно подтвердить свое право на льготный проезд. Для этого необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения. Он подходит в Управление социальной защиты с соответствующими документами. Подтверждает свою категорию. Мы вносим данные в нашу базу данных. Передаем информацию, соответственно, в банк. В дальнейшем льготополучатели оформляют данную карту и пользуются ее в транспорте. Многодетные семьи теперь смогут получить компенсацию по ипотечным кредитам. Соответствующий законопроект в третьем окончательном чтении приняла Госдума. Как сообщает российская газета, компенсацию можно будет получить один раз в отношении только одного ипотечного кредита, заключенного до 1 июля 2023 года. По предварительным данным, за счет этой программы, вместе с материнским капиталом и налоговым вычетом, экономия для одной семьи может составить более 1 миллиона рублей. Важное дополнение. Такую поддержку могут рассчитывать семьи, в которых третий или последующие дети родились с 1 января 2019 по 31 декабря 2022. Тем временем Кабинет министров собирается повысить пособие по уходу за ребенком до прожиточного минимума. Речь идет о пособии, которое выплачивается после достижения ребенком полутора лет и до тех пор, пока ему не исполнится три года. Сейчас сумма выплат составляет 50 рублей в месяц. На Ямале цифра несколько выше за счет северных надбавок. Норма была установлена 25 лет назад как временная компенсация, но осталась в законодательстве и с 1994 года ни разу не индексировалась. Премьер-министр подчеркнул, что предложение повысить сумму до уровня прожиточного минимума в регионах касается только малоимущих семей. Более 100 видов растений и 20 видов птиц. В Центре духовно-нравственного воспитания этим летом откроется эколого-биологический центр. Юные жители Ноябрьска смогут на практике изучать флору и фауну нашей страны. Когда начнут проводить первые занятия, выяснял моя коллега Оксана Зычкова. Работа в этой теплице кипит уже месяц. Сотрудники центра готовят почву для будущих растений. Планируется, что на площади в 250 квадратных метров их будет высажено около 100 видов. Это различные овощи, лекарственные травы, цветы. Правда, когда приступят к посевным работам, центры не уточняют. Сейчас здесь остро не хватает рабочих рук и техники. Лето в Ноябрьске очень короткое, поэтому мы остро нуждаемся в помощи волонтеров и технической поддержке предприятий и организаций города, для того, чтобы быстрее завершить работу и комплекс смог радовать наших горожан. Вот это наш птичник. Здесь мы планируем очень много птичек. Павлины, фазаны, утки, цесарки, декоративные куры. Всего 50 птиц и 20 разных видов. Для каждой предназначен свой угол. В зимнее время крылатые будут обитать здесь. А летом для них построят вольеры на улице. При выборе пару специально ориентировались на тех, кто легче приживается на севере. Мы берем яйцо с генофонда России и здесь у нас будем инкубировать. Уже есть яйца, которые заложены в инкубаторы. И мы уже ждем оплот. Скоро уже у нас появятся птенцы. А другую партию мы ждем. Тоже генофонд нам ее отправит где-то в середине июля месяца. Открыть сельскохозяйственный комплекс в центре хотели еще в 2015 году. Но тогда просто не было нужных специалистов. С решением кадрового вопроса работы возобновили. Запустить комплекс планируют ориентировочно в середине июля. Посещать его смогут дети в рамках дополнительного образования. Проводить первые занятия начнут с началом нового учебного года. Предполагаем, что сейчас у нас здесь будет такая зона для детей всего города. То есть дети из других школ могут прийти к нам сюда, посмотреть, пообщаться с птичками, животными. Наши специалисты смогут достойным образом рассказать о всех тех нюансах, моментах, которые интересны будут детям. С открытием теплицы и птичника развитие комплекса не остановится. В ближайшем будущем живой уголок пополнят два северных оленя. А на следующий год обитатели появятся и в пока пустующей конюшне. Оксана Зайчукова, Виталий Киргинцев, Ноябрьск, 24. Задать вопросы и высказать претензии к работе станции скорой помощи Ноябрьска теперь можно ВКонтакте. В социальной сети появилась официальная группа учреждения. Врачи объяснили необходимость создания такого ресурса. По их словам, отзывы о работе медиков встречаются в сторонних группах слишком поздно, когда ответ зачастую уже не актуален. На собственной странице врачи готовы отвечать оперативно. Кроме того, пообщаться со специалистами можно в личных сообщениях. Все обращения, оставленные таким образом, останутся тайными. Ноябрьск присоединится ко всероссийской акции «Свеча памяти». Она пройдет 21 июня на площади Увечного огня. Начало запланировано на 22 часа. Жителям Ноябрьска предлагают в этот день собраться вместе и вспомнить всех тех, кто был участником Великой Отечественной войны. В этом году исполняется 78 лет с начала трагических событий. Каждый житель города в ночь с пятницы на субботу может зажечь свечу памяти у себя дома и поставить ее на подоконник или сделать это вместе с неравнодушными ноябрьцами у памятного места. Еще больше новостей на сайте Ноябрьска24 и в официальных группах телеканала в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok